Добрый день. Поступил вопрос, с какими расстройствами наиболее часто сочетается депрессия? С какими психоэмоциональными расстройствами наиболее часто сочетается депрессия? Ну, в сочетании с другим заболеванием называется коморбидность. Действительно, депрессия, депрессивный синдром, сочетается с достаточно большим количеством психоэмоциональных расстройств. На первом месте, пожалуй, можно назвать такие расстройства, как различные тревожно-фобические расстройства. Ссылка на экран. Причем здесь достаточно сложно сказать, что стоит на первом месте. То ли изначально развиваются тревожные расстройства, и потом уже к нему присоединяется депрессивная симптоматика. То ли наоборот, на фоне депрессивной симптоматики развивается тревожное расстройство. Так вот, коморбидность между тревогой и депрессией составляет 50-80%. То есть, в большинстве случаев, больше, чем в половине, по крайней мере, случаев, мы видим, что либо на фоне имеющейся депрессии развивается тревога, либо на фоне имеющейся тревоги присоединяется депрессия. Этим, кстати говоря, обусловлено, что подход к терапии антидепрессантами, назначение антидепрессантов предусматривает на первом этапе, пока антидепрессанты еще не начали достаточно эффективно действовать первые 2-3 недели приема, назначать одновременно вместе с ними и транквилизаторы. Именно вот эта вот коморбидность, высокая коморбидность тревоги и депрессии, пригнуждает назначать одновременно и антидепрессант, и транквилизатор. Панические расстройства. Панические расстройства, опять-таки, смотрим ссылку на экране, не представляют угрозу для жизни и здоровья самого человека, но, тем не менее, они создают значительный дискомфорт. И вот этот вот дискомфорт со временем трансформируется в определенное напряжение, тревожность и депрессию. Коморбидность панических расстройств и депрессии составляет 30-70%, поскольку, как и тревога, паника оккупируются приемом транквилизаторов, как правило, бензодиазопиновых транквилизаторов, то и здесь мы говорим о том, что в лечении депрессии, особенно на ранних этапах, когда антидепрессанты еще недостаточно эффективны, недостаточно, не в полной мере действуют, разумным и рациональным является применение транквилизаторов. Транквилизаторов, причем чаще всего не атипичных, а типичных транквилизаторов бензодиазопинового варианта. Социофобии, но они встречаются, конечно, гораздо реже, чем тревожные расстройства и панические атаки, но, тем не менее, естественно, практически всегда сопровождаются депрессивным синдромом в той или иной степени выраженности. Обсессивно-компульсивные расстройства, ну, по статистике это где-то 20-22% коморбидности с депрессией, обсессией, навязчивости, опять-таки, ссылка на экране, но по моему опыту, если человек имеет выраженную навязчивость, он оценивает ее именно как навязчивость, а характерной чертой навязчивости является именно то, что человек оценивает ее как болезнь. Как правило, та или иная степень депрессивного синдрома так или иначе все-таки присутствует. Нарушение пищевого поведения, сейчас стало модно о них говорить, и часто мы слышим и о анорексии, и об улеме. По статистике, где-то в районе 35-37-39% коморбидности с депрессивным расстройством имеют эти заболевания, нарушение пищевого поведения. Но, опять же, если мы говорим о анорексии, то в основе этого заболевания лежит либо сверценная, либо иногда даже бредовая идея, что человек имеет излишний вес, а это, естественно, не может происходить на фоне эйфории, на фоне даже норматимии, нормального настроения. Как правило, всегда мы наблюдаем ту или иную степень снижения настроения. Отдельно стоят деперсонализационные расстройства. То, собственно говоря, это не такая уж и большая группа, но само по себе явление деперсонализации, ощущение себя как бы со стороны, отсутствие идентичности своей психики, всегда имеет такой субпсихотический уровень. Если то, что мы говорили раньше, относится все-таки больше к неврозам, чем к психозам, что такое невроза и психоза, смотрим ссылку на экран, то вот это деперсонализационное расстройство, оно всегда имеет такой невыраженный, но ядственный привкус психоза. То есть субпсихотическая симптоматика в чем-то где-то похожее на шизофрению. Опять-таки смотрим ссылку на экран, что такое шизофрение. И вот эти вот деперсонализационные расстройства где-то на четверть также коморбидны с депрессией. Расстройство личности, то, что раньше называлось психопатии, опять же смотрим ссылку на экран, что такое расстройство личности и психопатии, поскольку одним из диагностических признаков расстройства личности является то, что человек не может полноценно адаптироваться, полноценно интегрироваться в социум, тоже вполне естественно, что эти расстройства часто сопровождаются той или иной степенью депрессивного синдрома. И, наконец, злоупотребление психоактивными веществами. Но здесь мы, как правило, видим психопатологическое кольцо. С одной стороны, употребление психоактивных веществ меняет состояние человека, меняет психику человека. В том числе может вызывать и депрессивное состояние. С другой стороны, депрессивное состояние в качестве псевдолекарства подталкивает человека к употреблению в виде псевдолекарства психоактивных веществ. И таким образом происходит замыкание вот этого психофизиологического патопсихологического кольца. С одной стороны, употребление психоактивных веществ приводит к депрессии, с другой стороны, депрессии провоцируют употребление психоактивных веществ. Ну, конечно, не все так просто про употребление психоактивных веществ в зависимости. Смотрите ссылку на экране. Но, в целом, это состоит так. Если же говорить вообще, то, если мы говорим о любом психоэмоциональном расстройстве, которое человек воспринимает именно как психоэмоциональное расстройство, то, скорее всего, фон настроения у него будет снижен. Ну, вряд ли можно представить себе человека, который считает, что он психически болен, и при этом он радуется. Конечно, у него будет в той или иной степени выражена гипотемия, то есть снижение настроения. Если мы говорим о психозе, то тогда, конечно, да, тогда человек не осознает состояние болезни, и он может пребывать и в нормальном настроении, и наоборот, даже при маниакальном, допустим, состоянии, настроение может быть сильно повышено, либо, опять-таки, может быть где-то в рамках норм. Вот такой ответ на этот вопрос. Естественно, он не вполне охватывает всю картину, но слишком уж широкий спектр был захвачен в самом вопросе. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.